приветствую всех на моем канале петельки из амстердама все о вязании для начинающих и опытных рукодельниц сегодня я хочу посвятить мое видео такой детали изделия как пояс представьте что вы проделали огромную работу сделали красивое какое-нибудь изделие кардиган или кофточку и осталось казалось бы мелочь но при изготовлении вязаных вещей мелочей нет все должно быть сделано профессионально поэтому чтобы связать красивый пояс к вашему готовому красивому связанную изделию придется еще немного потрудиться представьте если ваш кардиган очень красиво связан все в нем и пояс какой-нибудь и резиночкой один на один то вы сами потом поймете что вы были очень неправы поэтому не пожалейте своего времени и уделите внимание это изготовлению вот этой детали как пояс и сегодня я постараюсь очень постараюсь вам в этом помочь поэтому я покажу один из приемов которым я пользуюсь сама когда вяжу изделия с поясом это может быть платье или кардиган или какая-нибудь кофта но все что угодно что можно носить с поясом сегодня я вам хочу показать как вяжется красиво поиск к вашему изделию вот вы связали допустим кардиган или вязаная платье какое-то или кофта который тоже носится с поясом и вам надо связать пояс вот в вязаном изделии не должно быть мелочей и поэтому пояс должен выглядеть профессионально поэтому я вам сейчас покажу как вязать вот такой пояс видите он как бы двойной и вяжется он из двух половинок вы вяжете одну половину необходимо длины условно скажем метр и вторую половину метр и посерединке вы их соединить и трикотажным швом и будет выглядеть очень хорошо вот сейчас я вам это первую условно первую половинку я связала часто вместе свяжем с вами вторую половинку и потом я покажу как их соединить значит чтобы начать вязать такой пояс видят как красиво начало него для этого я использую турецкий набор петель сейчас я вам покажу как это делается вот вы берете ниточку ночь пряжу с которого будете вязать и делаете вот такую петельку надеваете эту петельку на спицу теперь берете вторую спицу с вашей так как вместе складываете и петелька остается на нижней спице да теперь вы берете ниточку вот первая половинка у меня связана из 11 петель здесь и 11 петель здесь чтобы набрать 11 петель выберете вот очень легко что так вот две петельки вместе вот ниточка от кубка и делать вот так то раз два три 4 5 6 7 8 9 10 11 вот набрали 11 петель меня на двух спицах 11 петель теперь нижнюю спицу вы вытаскиваете обводите ниточку и начинаете вязать 11 петель просто лицевыми раз-два-три-четыре-пять-шесть-семь-восемь-девять-десять и 11 года связали 11 петель вот эта петля которую у вас осталось которому набирали первые ее просто потом вот так вот протягиваете и вот эти первую петельку которым набирали просто ее снимаете все она нам больше не нужно и теперь продолжаете вязать нижнюю связали теперь надо связать вот это верхний ряд петель мы вот эту петель спицу вытаскиваем и начинаем наверх не вязать тоже 11 петель просто лицевыми тут ничего сложного нет я связала по 12 тоже петель теперь опять переворачиваю и вытаскиваем теперь вот эту спицу протягиваю через все петельки теперь нижнюю спицу я вытаскиваю и вяжу на 5 верхний ряд тоже 11 петель 5 меняем вяжем опять 11 и так все время мы будем вязать каждую спицу отдельно по 11 петель и вот видите у нас уже получается такой как бы вот два и вот уже видно низ нашего пояса так все время протягиваете опять верхнюю спицу нижнюю вытаскиваете и опять вяжите 11 петель опять до конца ряда и вот это изнаночные петли они видите изнаночными они у нас уходит как бы все время внутрь 5 вытаскиваю эту спицу и теперь вяжу здесь и так мы все время по кругу вяжем пока наш пояс вторая половинка не достигнет нужной нам длины вот эти это вытаскиваю и вяжем весь так мы вяжем наш пояс вторую половину на нужную нам высоту или длину как хотите да вот видите уже видно как образуется вторая половинка вот он тоже двойной сейчас я провяжу на некоторую величину и покажу как вам вот мы потом соединим вот эти две наших половинки да вот этот шов будет посередине пояса его в принципе будет не видно так что я сейчас провяжу немножко этот пояс дальше и покажу вам как соединять две половинки трикотажным швом смотрите я связала как бы условно у меня первая половина пояса и вторая половина пояса и вот здесь вот одну половинку я уже соединила трикотажным швом посмотрите абсолютно ничего не видно как это соединено после стирки вообще будет незаметно иначе теперь надо будет соединить вторую половину моих петелек тем же трикотажным швом единство что я не хочу сейчас тратить на на это ваше время очень много видео на ю тубе есть которые предлагают подробно как соединить вот эти две петельки называется соединение двух деталей трикотажным швом поэтому я вам предлагаю просто от поиск вести трикотажный шов и вам подробно все это расскажется я хотела показать вам как связать красиво пояс значит пояс будет состоять вот из двух половинок на ту длину которую вам надо вот это соединение и будет вас ваш поиск вашему изделию будет выглядеть очень профессионально поэтому вот вот это я вам хотела рассказать что все изделия должны выглядеть профессионально не просто вязать пояс резиночкой один на один вот именно вот такого двойной красивый пояс вы свяжете поэтому я желаю вам успехов я думаю ничего сложного трикотажный шве не будет если откроете какое-нибудь подробное видео о том как соединять эти две петельки а я сегодня с вами прощаюсь это все что я хотела вам рассказать пока пока до новых встреч с вами была светлана